22-я исправительная колония для бывших сотрудников силовых структур правоохранительных органов единственная на Дальнем Востоке. Здесь отбывают наказания заключённые со всех регионов России. Сотрудники здесь проводят целый комплекс воспитательной, социальной и психологической работы ежедневно. Подобные мероприятия мы проводим уже не в первый раз. Это у нас, скажем так, сложилась достаточно хорошая практика. Поэтому можно однозначно отметить позитивный эффект от проведения подобных воспитательных мероприятий с привлечением как спортивных различных клубов, музыкальных, театров. В этом году мы организовали проведение праздника, посвящённого якутскому национальному празднику. Культурно-массовые, спортивные и духовные мероприятия с идеей о проведении в колонии футбольного матча выступил один из осуждённых. Николай Северинов, бывший начальник наркоконтроля находки в колонии 4,5 года, отбывает наказание по 290-й статье о получении взятки. До конца срока остался год. На свободе у Николая жена и две дочери, которых он не видел с момента заключения под стражу. Конечно, спорт вообще приветствуется в местах решения свободы. Тем более футбол – это командная игра, где люди, сообща всё это, тем более если приезжают гости с волей. Это, конечно, очень положительный импульс для осужденных. Очень хорошо сказывается в воспитании. Футбольный матч заключённые играют с профессионалами – находкинским клубом «Океан». Счёт по результатам 6-4 в пользу профессиональных игроков. Футбол в колонии – новый вид спорта, но на достигнутом здесь останавливаться не планируют. Также на территории нашего учреждения сегодня проводится турнир по пауэрлифтингу, это силовое троеборье. Более 20 осуждённых решили поучаствовать в этих соревнованиях. Идёт борьба в трёх весовых категориях. Концерты в актовом зале – традиция. Здесь читают стихотворения, поют. К каждому выступлению готовятся тщательно, как к большой сцене. «Мир вам, люди добрые! Хочу прочесть стихотворение о том, что у меня на душе, о чём думаю, о чём мои мысли». Такие праздничные акции – стимул для условно-досрочного освобождения. Возвращаться сюда ни один из заключённых, конечно, не планирует. Светлана Садовая, Новости на Восьмом.